Вот Атаман, Атаманушка, вот Атаман, Атаман! Говорит и показывает Атаман. Новости! Православные христиане всего мира отмечают один из самых важных христианских праздников – Крещение Господне. Крещение или Богоявление, как и Пасха, считается самым древним праздником в христианской культуре. Этот день связан с евангельским событием – Крещением Иоанном Претечи и Иисуса Христа в реке Иордан. Во всех храмах Северского района в праздничную ночь и утро прошли божественные литургии. В храме Святого Спиридона Тримфунского все желающие очиститься духовно и наполниться светом Христовым смогли с головой окунуться в священные воды купели. Эта традиция, как говорится в Священном Писании, появилась еще при жизни святых апостолов. О духовном просвещении всех верующих возвестил звон колоколов. Для меня это символ веры. Я знаю, что Господь с нами. Спаси и сохранися. Прихожан Свято-Никольского храма, пришедших на торжественное богослужение, с праздником Богоявления поздравил настоятель храма Отец Петр. Праздником всех вас. На всех вас призываю Божие благословения. Храни вас всех Господь, кто пришел в сей день, в сей праздник, помолиться, поблагодарить Бога и спросить благословения Божьего и почерпнуть той воды, которая в каждом храме в этот великий праздник освящается. После совершения чина водосвятия, Отец Петр окропил всех желающих святой водой, призывая благодать в души и сердца верующих. Считается, что вода в крещенскую ночь обладает удивительными свойствами. Очищает тело, укрепляет веру и дух, сподвигая христиан на благие мысли и поступки во славу Божию. На этой неделе сразу двум школам нашего района торжественно вручили новые школьные автобусы. Учащиеся в станице Северской и Новодмитриевской пересядут в комфортабельные современные теплые автобусы. Школьный автобус это очень необходимая вещь, так как мы подвозим детей из четырех куторов. Ребята должны ездить безопасно в новом автобусе, там есть все. И тахограф, и видеонаблюдение, и навигатор. Поэтому большое спасибо. Старые автобусы нередко ломались, были неудобны и зачастую, чтобы осуществить своевременный подвоз учеников, руководителям школ приходилось решать трудные задачи. Это подарок от губернатора нашего. Поэтому хочется, чтобы вы передвигались безопасно, комфортно. Все делается для вас, дорогие мои. Ваша задача учиться, учиться, еще раз учиться. Средства для приобретения столь нужного для наших школ транспорта были выделены из краевого бюджета. В этом году в планах оснастить новыми школьными автобусами еще несколько школ Северского района. Инна Кухта, Андрей Вискушенко, Алексей Концесвитний, телерадиокомпания «Атаман». В Шабановском состоялась сессия Совета сельского поселения. Руководители районных управлений и организации читались перед жителями о проделанной работе. Принял участие в работе сессии и глава района Адам Джарин. Сделано очень много в прошлом году. По школам, по садикам, по больницам, по дорогам, по благоустройству, по переселению из ветхого жилья. Практически мы участвовали во всех программах федеральных, краевых. В докладе губернатора на краевом отчете Северский район три раза прозвучал в лучшую сторону. Район входит в число десяти лучших муниципалитетов Краснодарского края. С докладом о проделанной работе выступил глава поселений Юрий Баранов. Все, что в моих силах я делаю, и все, что нужно будет, мы сделаем освещение, я буду стараться найти спонсоров, помощь района. Все это, я думаю, мы со временем наладим в эту ситуацию. Юрий Баранов занимает должность главы поселения несколько месяцев, и его работу жители поселения оценивают положительно. По дорогам он выровнял, постоянно грейдер ходит. Нет, это честно я говорю. Я попросила убрать два дерева там у дороги. Они уже им сто лет, ставше нас. Моментально сделано. Вот разговаривали уже второй раз на сессии я была, но Юрий Юрьевич пообещал, он сказал обратить внимание и учесть мои просьбы. Засыпать еще, подсыпать и выровнять. Ну вот, будем ждать. Как вот говорите, что грейдером сняли. Так же и в Камахе были, грейдером выровняли с первого все. Потом утром прошел грейдер, выровнял мелкой щебенкой. Сейчас в Камахе почти как охватка. Спасибо ему огромное. Он работает. И по первой просьбе я попросила колодец у нас был, завалился школьный этот. За два дня его сделали. Из кирпича выложили нам колодец. Забор выбили кони. За один день сделал. Но все же основную роль в жизни сел играют депутаты поселения. Наши молодые депутаты принимают активное участие в выездных сессиях и совещаниях района. Тем самым приобретают опыт работы с населением. Депутаты принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых администрацией и ветеранским советом поселения. Депутаты принимают активное участие в культурной жизни села. Участвуют во всех праздничных мероприятиях села. Ведут совместную работу с национальной диаспорой. Ввод экологии большое внимание уделялось чистоте и порядку на наших улицах и по берегам рек. Жители поселения воспользовались уникальной возможностью обсудить наболевшие вопросы с главой района Адамом Джеримом. Это и социальное обеспечение, проблемы энергоснабжения, график движения автобуса. В конце встречи жители тепло поблагодарили главу района за активное участие в жизни поселения и выразили надежду на будущее плодотворное сотрудничество. 19 января Северской районной больнице торжественно вручили новую машину скорой помощи. Потребность в санитарном транспорте в районе достаточно высокая. И нередко техническое состояние машин не позволяет бригаде скорой помощи в считанные секунды оказывать жителям всего района квалифицированную помощь. С жизненно важным приобретением медиков поздравил глава муниципального образования Северский район Адам Джерим, лично повернув ключ на стак. Денежные средства на приобретение кареты скорой помощи для нашего района были выделены по федеральной программе. Автомобиль оснащен всем необходимым для транспортировки больного в лечебное учреждение. Вот эту машину, которую мы получили буквально позавчера, мы поставим в Северскую врачебную бригаду, потому что там оборудование высокотехнологичное, которое могут работать практически только врачи. Для оказания также, и я думаю, что с таким обновлением качество медицинской помощи улучшится в Северском районе. Появление новой машины скорой помощи в автопарке районной больницы поможет медикам соблюсти тот самый драгоценный час, от которого порой зависит здоровье и жизнь пациента. В Львовском доме культуры состоялся слет казачьей молодежи Северского района. Первый слет, как новый виток в жизни наших казаков. Всех, от мала до велика. Создание казачьего молодежного движения – новая страница в истории казачества. Возможность сохранить и приумножить традиции наших предков-казаков. К слову, это мощнейшая организация, включающая в себя работу казачьих классов и клубов, районного музея, поисково-общественной организации, библиотек, учреждений дополнительного образования детей. Я желаю всем сегодня плодотворной работы, мира, счастья, стабильности нашей великой России и нашей родной Кубани. С праздником вас! Уже не первый год самое активное участие в казачьей жизни Краснодарского края принимает наш Северский район. Конечно же, главной целью возрождения казачества на Кубани является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ходят мероприятия. Это и краевой конкурс на лучший казачий класс, лучшую казачью школу и кадетский корпус. Экскурсию в Екатеринодар, град Казачий. Краевую викторину, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны. Конкурсы социально значимых проектов. Краевой фотоконкурс, которым может принять участие каждый. История современного кубанского казачьего войска в лицах. Казачьи юношеские игры, всекубанский слет классов казачьей направленности и кадетских корпусов. Научно-практические конференции, круглые столы, посвященные знаменательным историческим событиям и датам. И, естественно, смена кубанского казачества региона 93. Дорогие ребята, необходимо помнить, что именно вам предстоит принимать ответственные решения, идти вперед и быть достойными продолжателями лучших традиций кубанского казачества. Возрождаем традиции старины глубокой. То есть детям хочется познавать то, что было раньше, тот общинный строй, в котором жили люди раньше. Те устои быта, когда люди ценили, уважали старших, ценили, уважали обычаи и традиции. На мероприятии всем участникам-активистам Союза казачьей молодежи Кубани вручены грамоты и памятные сувениры. А выступление творческих коллективов стало приятным завершением слета казачьей молодежи. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ